В Волгоградской области продолжается модернизация школ, где обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Современные оборудования и новые подходы помогают успешно проводить адаптацию и социализацию детей среди сверстников. Поддержка семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, всегда на контроле у региональной власти. Для этого проводится целый комплекс мероприятий, в том числе это оснащение современными материально-техническими средствами обучения и воспитания вот таких школ. Когда-то мы их называли коррекционной, но это совершенно неправильно. Сегодня уже четыре школы в проекте, они оснащены, в них прекрасно и создано пространство учебное. Ничего не умеет, только пищит и клювик раскрывает, есть просит. Так, в Волгоградской школе-интернате номер 6 обучаются более 200 ребят с различными нарушениями речи или зрения. Переоснащение кабинетов и разработка новых специализированных учебных программ позволяет ребятам успешно учиться и справляться с трудностями. У нас оснащено 12 кабинетов. Благодаря проекту Добра школа открыты новые направления дополнительного образования. В связи с этим открыт у нас кабинет ИЗО и декоративно-прикладного искусства, мастерская робототехники открыта. Детям гораздо интереснее посещать занятия логопеда и гораздо интереснее справляться со своими недугами. Для самых маленьких воспитанников в кабинете логоритмики оборудован интерактивный пол. Формат веселой игры позволяет ребятам одновременно развивать речь, пополнить словарный запас и учиться работать в команде. Таким образом учим и форму, и цвет, и лево-право, координация движения, ориентировка в пространстве, очень много функций. Командный дух, умение уступать, действовать в команде, дружить, подсказывать друг другу, помогать отстающим. Ребята постарше с интересом осваивают робототехнику. На первом этапе дети занимаются простым моделированием, а после создают и программируют собственных роботов и разрабатывают уникальные проекты. У нас хорошие конструкторы, у нас компьютер очень хороший, который тоже нам позволяет программировать. И ребят с большим интересом работают. У каждого есть свой проект, над которым они трудятся. И в дальнейшем проводят презентацию своим одноклассникам и делятся своим опытом. Так девятиклассники Илья и Семен собрали и запрограммировали машину «Формулы-1». В планах у ребят создать собственную гоночную трассу и проводить соревнования. Справиться с таким амбициозным проектом школьникам помогли новые мощные компьютеры. Собрали мы быстро ее, за день, можно сказать так. Сложно было в том, как ее программировать. Справились с помощью компьютера и особой программы. Мы почитали инструкцию к этой программе и научились использовать ее. Ведутся в школе и профориентационные занятия. Так в кабинете технологии оборудована настоящая швейная мастерская. Особое место здесь занимает умная вышивальная машина. В ней уже встроены программы. Мы только выбираем размер пяльц. Мы выбираем хорошие нитки для вышивальной машины. Выбираем орнамент или рисунок. Запускаем «Ок» и вышиваем. Много у нас проектов запланировано в этом году. Но самое ближайшее у нас будет изготовление комплекта скатерти и салфеток. Проект называется «Встречаем гостей», где мы изготовим этот комплект для кабинета СБО. Программа модернизации школ, где обучаются дети с ОВЗ, продолжается. В следующем году работы по обновлению стартуют сразу в двух интернатах Волгограда. Всего к 2024 году планируется обновить 13 таких школ. Ксения Голоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».